Здравствуйте, друзья! В эфире 3D News Daily с подборкой свежих новостей из мира хай-тек. Leica представила беззеркальную камеру TL2. Для производителя традиционных дальномерок серии M это весьма радикальная новинка. Наследница прошлогодней TL оснащается 24-мегапиксельной CMOS-матрицей формата APS-C. Встроенная вспышка исчезла, а программный интерфейс сделали более удобным. Немаловажно, учитывая, что камера больше полагается на работу с меню через сенсорный экран диагональю 3,7 дюйма, на не на физические кнопки. Их тут всего две — спуск затвора и еще одна, на которую можно повесить одну из трех функций. Диапазон чувствительности лежит в пределах от 100 единиц ISO до 50 тысяч. Камера поддерживает съемку 4K-видео при 30 кадрах в секунду. В режиме Full HD частота возрастает вдвое. При серийной съемке фотографий удастся получить до 20 кадров в секунду. TL2 поддерживает электронный видоискатель VisaFlex тип 020 и объективы системы TL и SL. Комплект интерфейса включает HDMI, USB 3.0, Wi-Fi и слот для SD-карт. Есть также 32 гигабайта встроенной памяти. Лейка оценила новинку в 1950 долларов, учитывая бренд вполне ожидаемо. LG продвигает безрамочные экраны в средний сегмент. Компания анонсировала сразу три модели от старшей к младшей — Q6, Q6 Plus и Q6A. Все они оснащаются дисплеем с диагональю 5,5 дюйма и соотношением сторон 18 к 9, как у G6. Разрешение при этом составляет 2160 на 1080 точек. Также аппараты получили единый дизайн, алюминиевую рамку корпуса, 13-мегапиксельную основную камеру и Android 7.1.1. За вычисление отвечает прошлогодний чип Snapdragon 435. Отличия кроются в объеме памяти. У Q6A — 2 гигабайта ОЗУ и 16 гигабайт физической памяти, у Q6 уже 3,32, а Q6 Plus несет на борту 4 гигабайта оперативной и 64 гигабайта энергозависимой памяти. Слота для карт памяти нет, как и информации о ценах. Известно, что в августе кушки поступят в продажу в Азии, а затем доберутся до рынков Европы и Нового Света. Время — главное богатство в нашей жизни. Это конечный ресурс, который нельзя выменить или приумножить. Мы не можем выбрать, тратить его или нет, но в наших силах решить, на что именно его тратить. Особенно сильно эта мысль бьет в пробках, когда приходится проводить долгие минуты и часы на маршруте дом-работа-дом. Audi рассказала, что с распространением автономных машин у их пассажиров появится свободное время и решила уже сейчас поработать над организацией этого досуга. Для этого «Четыре кольца» совместно с Институтом Фраунгофера создали специальный симулятор. Участники садятся в импровизированные автомобили, проходят серию тестов, слушают музыку, совершают онлайн-покупки и так далее. А приборы фиксируют различные показатели. Так Audi надеется создать идеальный опыт для пассажиров самоуправляемых машин, чтобы они могли тратить время в дороге с пользой. Все это, впрочем, дело отнюдь не ближайших лет. Нужна еще соответствующая инфраструктура и повсеместное распространение сетей связи нового поколения. И даже тогда это будет доступно лишь тем, кто готов покупать дорогие машины Audi. Больше новостей ищите на 3dnews.ru и не забудьте подписаться на наш канал. До встречи, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok